Еще в 2009 году Саров отмечает свое 55-летие. Как выяснилось позднее, история города гораздо богаче. В эту субботу он отмечает свое 330-летие. Так откуда есть пошла земля Саровская. До 2011 года днем рождения Сарова считали 17 марта 1954 года. Именно в этот день вышло постановление правительства РСФСР о предании поселению статуса города. Тогда он носил имя Кремлев. Отчет даты, когда город Саров следует считать городом, действительно вызывает много вопросов и размышлений на эту тему. И создавалась даже экспертная комиссия. Активисты нашего города тоже поднимали этот вопрос. В общей сложности историками и краеведами было предложено около семи дат, с которых можно начинать летоисчисление нашего города. Среди них дата основания объекта 1946 год, избрание поселкового совета в поселке Саров 1938 год. Другие варианты были на несколько веков раньше. 1706 год, который считается годом основания сайта города Саровской пустыни. Почему монашествующие считают датой основания именно эту? Потому что была освящена первая церковь, церковь Пресвятой Богородицы, ее живоносного источника, которая на данный момент восстанавливается и вот-вот будет закончена. Из всех предложенных дат выбрали 1691 год. Тогда на старое городище пришел монах Арзамасково-Введенского монастыря Исаакий в Схиме Иоанн. Именно тогда, по мнению исследователей, сформировалось историческое ядро Сарова. Официальным днем рождения города эту дату признали в 2011 году. Тогда Саров отпраздновал свое 320-летие. Больше возрастных путаниц с ним не происходило. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.